Необходимо для понимания всей книги пройти через все эти интеллектуальные портреты Достоевского. Достоевского, конечно, я знаю значительно лучше, но Свиденборга Блейка я во многом для себя открыл. Но вот с идеей, наверное, какой-то взгляд Милоша, когда он уже начинал это все обобщать, и его критика современного ему мира, мировоззрения, совмещенная действительно с тем, что он показывал возможность выхода. Милош, кстати, что касается Фома Аквинского, он был одним из немногих писателей. Вот тут был у вас вопрос, что Польша католическая страна. Но как раз Милош об этом здесь тоже пишет, что в литературе, особенно в современной польской литературе, это практически отсутствует. То есть, если даже литераторы, современные польские, они пишут о проблемах религиозных, то скорее с позиций, ну, по меньшей мере, не архотоксальных. То есть, как он вот в одном месте пишет, как будто бы на польскую землю не упала ни одна капля святой воды. Вот. И Милош был одним из немногих, кто, например, читал, ну, я думаю, не уверен, что читал Фома самого, но, по крайней мере, Жака Маритена, да, который вот такой французский философ, персоналист и такой современный томист. То есть, для него это была действительно идея близкой, не какая-то абстракция. Он, в общем, чувствовал эту мысль святого Фомы. А с другой стороны, вот я, может быть, прочитаю тут такой небольшой отрывок, который тоже очень лично меня задел, где он произвел некоторое впечатление, и трудно было с ним согласиться. Там, где Милош пишет о Беккете и о том, как книги Беккета, они стали, как бы, такой последней точкой над «и» в этом развитии современного мышления, и к чему они привели, и откуда, собственно, вот, из какого падения нужно этому человеческому духу, этому религиозному выражению подниматься. Величие капиталистического Запада, несмотря на все разговоры о его упадке, в том, что он породил и признал своим именно такого писателя, то есть выбрал правду без иллюзий. Беккет, как, впрочем, и вся современная ему западная литература, объявил урби от Орби, что еще в XIX веке было известно лишь немногим, что саркастически выразил Ницше, обращаясь к европейцам. Что же это? Вы убили Бога и думаете, что останетесь безнаказанными? Теперь произошло массовое осознание нового метафизического положения человека, которое определяется написанным большим буквами словом «нет». Нет никакого голоса из дубины Вселенной, никаких добра и зла, никакого исполнения ожиданий, никакого царствия. Человеческая личность, гордо указывающая на себя пальцем «я», тоже оказалась иллюзией, ибо это не более чем пучки рефлексов, покрытые одной эпидермой. Любовь и дружба оказались иллюзиями, ведь для того, чтобы они существовали, нужен какой-то способ общения, а где он, если язык не более чем лепит, утверждающий каждого в его одиночестве? Что же остается посреди этого огромного «нет»? Только время, абсолютное время, мчащееся из ниоткуда в никуда, измеряемое постепенным разрушением клеток организма. Что бы человек ни делал перед лицом времени, предвестника смерти, ценность имеет лишь дверцы сна. Ну, это паскалевское понятие. Ну, вот... ну, вот...